Здравствуйте дорогие друзья! С вами на связи Андрей Гавришин и в этом видеоролике мы с вами разберем, как вам получить 10% возврата при покупке вашего хостинга. Итак, очень часто нам нужен хостинг для того, чтобы сделать свой блог на WordPress или просто для того, чтобы там разместить сайт. И когда мы идем и покупаем, почему бы нам, например, не получить возврат 10% от нашей покупки. Я считаю, что это очень здорово получить дополнительную скидку при покупке хостинга. И вы можете это сделать. Каким образом? Для этого вам нужно всего-навсего зайти на наш сайт 3steam.ru, переходим в правую колонку и опускаемся немножко ниже. И под формой подписки на новости нашего сайта здесь вот есть такой раздел, что мы рекомендуем хостинг. И для того, чтобы вам получить 10%, все, что вам нужно сделать, вам нужно перейти вот по этой ссылке, нажав на нее, и приобрести там хостинг. После этого вы напишите нам письмо в службу нашей поддержки, и мы переведем вам ваши 10% в зависимости от той суммы, на которую вы приобрели хостинг. Итак, давайте я вам покажу, как приобрести хостинг, как зарегистрироваться и как оплатить. Нажимаем на эту ссылочку. И у нас открывается сайт, где мы можем зарегистрировать как раз-таки наш хостинг. Мы будем регистрироваться у хостера Bigget. В принципе, очень хороший хостинг, мы недавно на него перешли, поскольку предыдущий в некоторых моментах нас не устраивал. И по советам Евгения Попова мы как раз и перешли на этот хостинг. Давайте посмотрим, что здесь у нас есть. Если вы готовы к серьезной работе, то, конечно, есть смысл сразу покупать хостинг на год. Потому что это выгоднее, то есть вы сэкономите там от 300 до 800 рублей в зависимости от того, какой тариф вы выберете. В этом случае, если вы готовы купить на год, то как раз-таки можно, мы сейчас с вами это все и посмотрим здесь. Очень удобно здесь устроено то, что вы можете иметь тестовый период. То есть, когда вы можете сначала зарегистрироваться, все посмотреть и потом оплатить. Так, давайте посмотрим с вами. Значит, в принципе, здесь для вас может подойти два тарифа. Это тариф блок и тариф старт. Что значит, что сюда входит? Значит, в тариф блок входит 1 гигабайт пространства. Вы можете там разместить два сайта. То есть, если у вас два доменных имени, то вы можете сделать два сайта. У вас может быть два FTP аккаунта и неограниченное количество баз данных MySQL. В тарифе старт у вас 2 гигабайта пространства. Вы можете уже 5 сайтов разместить. Ну и так далее. В принципе, все то же самое. По большому счету, на начальном этапе вам не нужно много дискового пространства. Вам достаточно будет иметь и 1 гигабайт. Потому что основные все вещи вы будете хранить, естественно, где-то в другом месте, а не на своем сервере. Поэтому большого смысла, скажем там, брать сейчас прям сразу тариф старт нет. Но если вы знаете, что вам нужно большее количество сайтов, или у вас много контента, и вы хотите размещать какие-то видео, которые вы не хотите, например, ставить на YouTube, а вы хотите, чтобы они были только на вашем сайте, в этом случае вам нужно тогда, конечно, побольше взять. Тогда берите старт. Для наших целей нам уже старт не годится. Мы уже взяли себе Noble. Хочу сказать, что в любой момент вы можете перейти на более высокий тариф. То есть, если вы, допустим, приобрели тариф блок, то вы всегда можете перейти потом на тариф старт, Noble и так далее. В зависимости от ваших потребностей. Поэтому, если вы готовы, скажем так, приобрести хостинг сразу на год, то нажимаете вот сюда на эту, как бы добавить в корзину. Вот здесь вам еще раз расписывает, что вы получите. Это 999 рублей. Нажимаем дальше. И здесь заполняем все данные. Здесь вписываем свои данные. Все заполнили. Ставим галочку. Нажимаем зарегистрировать аккаунт. И вот здесь вам нужно будет подтвердить телефон смс-кой. То есть, нажимаем получить код. И ждем, когда приходит смс-ка. Смс-ка пришла. И вводим сюда цифры, которые нам прислали. После этого нажимаем завершить регистрацию. Все, регистрацию мы завершили. Мы с вами получили доступ к нашей панели управления. У нас есть логин. У нас есть пароль. И все данные, которые нам нужны на данный момент. То есть, мы можем сразу же, допустим, перейти в панель управления. То есть, панель управления, скажем так, здесь стандартная. И это все мы с вами разберем в следующем уроке. Итак, давайте я вам еще теперь покажу, как оплатить. То есть, мы находимся в нашей панели управления. И вот здесь у нас есть текущий баланс. Ноль. Нам нужно пополнить баланс. Нажимаем пополнить. У нас открываются способы оплаты. То есть, здесь вы посмотрите, есть Россия и Украина. То есть, вы, соответственно, выбираете ту страну, в которой вы живете. Если ее здесь нет, то уже тогда можно либо воспользоваться теми услугами, которые здесь есть, либо связаться с техподдержкой и у них спросить, как вы можете оплатить. Но я буду оплачивать через Робокассу в Обманеме. Нажимаем Робокасса. Здесь вот как раз вы можете выбрать, на какое количество месяцев вам нужно оплатить. На один месяц, на два, на три, на год, два года и так далее. Выбираю год. 999 рублей. И перейти к оплате. Дальше здесь выбираем WebMoney R. Так, вводим e-mail. И нажимаем перейти к оплате. Вот здесь, кстати, вы можете выбрать, оплатить вам через сайт. Или вы можете оплатить через Кипер. То есть, обычно я оплачу через Кипер. Ну, как бы мне удобнее сразу. Но сейчас я вам покажу, как это сделать через сайт. Потому что большинство из вас, как бы, пользуются именно оплатой через сайт. Вводим номер мобильного телефона. Вводим число с картинки. И нажимаем кнопочку «Далее». Сейчас нам придет смс-ка. И вводим код из смс-ки. Ввели, нажимаем, платеж подтверждаем. Проверяем еще раз. Бигет, 999. Все, платеж подтверждаю. Вот видите, здесь сразу написано. Оплата в пользу продавца выполнена. И тут же мне сразу пришла смс-ка на номер от Бигет, что на мой счет зачислено 999 рублей. Вот, все. Теперь можем нажать здесь «Вернуться к продавцу». Вот видите, успешная оплата. Я обычно что делаю? Я обычно делаю вот этот скриншотик, на всякий случай. Потому что если потом какие-то вопросы будут, у меня всегда будет информация с доказательствами, что оплата была сделана. Все, платеж успешно завершен, как нам пишут в Бигетте. И мы можем перейти сюда. Вы видите, сразу изменилась дата блокировки. Стало 0,9.02.2015. Вот. И количество дней здесь показано. У вас здесь будет 30 дней тестового периода. Можете как бы ждать, можете не ждать. Это как бы дело ваше. Но как бы если серьезно работаете, то какой смысл ждать? Вот. Оплачиваем и все. И начинаем работать. Большое спасибо вам за внимание. С вами на связи был Андрей Гавришин. До встречи в следующем уроке. Субтитры подогнал «Симон»!